В селе жить хорошо, рассказывает Вера Ильинична. Воздух свежий и огород свой. Но забот по дому намного больше, чем у городского жителя. Дрова на кали, уголь на таскай, к зиме подготовься. Газ до улицы женщины пока не провели, поэтому приходится запасаться твердым топливом. Мы сейчас топим пока дровишками одними, потому что еще не так холодно, и поэтому уголь мы пока не трогаем. Самые сильные морозы будем трогать уголь. А сейчас пока вот дровами протапливаем, березами, вообще красота. На зиму нужно 3 тонны угля и 8 кубов дров. Но стоит такое тепло больше 20 тысяч рублей. Покрывая часть расходов, пенсионерке помогает региональное министерство социальной защиты. Но компенсация приходит быстро. Вот мы сдали документы, вот буквально через неделю-две, наверное, и компенсация пришла. Уже несколько лет соцзащита компенсирует оплату твердого топлива для льготников разных категорий. Вернуть можно до половины расходов. Средний размер компенсации составляет от 3 до 4 тысяч рублей, а максимальный размер доходит до 10 тысяч рублей. Это тоже удобно для гражданина, если ему необходимо 20 тысяч рублей, чтобы приобрести твердое топливо, и половина суммы ему вернется. Ну, сами понимаете. Также одиноко проживающие граждане, малоимущие или многодетные семьи могут получить субсидии на оплату ЖКХ с учетом расходов на твердое топливо. Подать документы на компенсацию субсидию можно через госуслуги, соцзащиту или МФЦ, филиалы которого есть во всех районах и городах края. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.